Всем привет! Екатерина, Ксения, а теперь я представлю наших очень крутых гостей. Юрий Мирошников, член наблюдательного совета в Ukrainian International Airlines, флагманской авиакомпании самого крупного авиаперевозчика Украины. Юрий Владимирович в компании с 1993 года с 2004 по 2019 возглавлял МАУ на позиции президента. С сентября 2019 перешел в наблюдательный совет. Здравствуйте, Юрий. Юрий Сорочинский, CEO Немиров. У Юрия Сорочинского 23 года экспертизы в индустрии. С 2011 года Юрий является генеральным директором компании Немиров. Под руководством Юрия бренд стал одним из глобальных лидеров на рынке крепких напитков. Крепких напитков. Немиров водочный бренд 150-летний истории. Кто не помнит, я напомню. Продукция, которого доступна в более 80 странах мира. Немиров входит в топ-3 крупнейших поставщиков водки в дьюти-фри и в топ-10 крупнейших водочных брендов в мире. Я аж прям волноваться начала. Цифры внушительные. Немиров отмечен более 100 международных наград. Это очень круто, правда. В частности, бренд получил статус дистиллерия года 2020 на конкурсе в Берлине. Валентин Гриценко. Всем привет. Сео компании Ajax Systems. Семо. Семо. Значит, будет повышение. Однозначно. Валентин, первый нетехнический специалист в Ajax Systems. Уже шестой год развивает глобальный маркетинг, и за это время компания с локального стартапа выросла в одного из крупнейших производителей систем безопасности в Европе. Надо спокойнее, потому что все безопасно. Залог этого не только качественный инновационный продукт, но и новый взгляд на маркетинг в одной из самых консервативных ниш. Общий опыт работы в маркетинге 10 лет. Работал на стороне агентств, медиа и клиента. Ajax Systems — украинский разработчик охранного оборудования. Все устройства бренда Ajax разрабатывается и производится в Киеве. Компания основана в 2011 году Александром Конотопским. Производит профессиональные беспроводные системы безопасности и экспортирует их в более чем 120 стран мира, защищая миллион пользователей почти, а может быть даже больше. Мне кажется, Ксения, у нас сегодня джекпот. У нас просто три очень крутых кита украинского рынка. Как нам повезло, я не знаю. Абсолютно фантастические гости. Спасибо большое, что вы пришли и доехали, тем более со всеми пробками погодными условиями. Тема у нас сегодня очень масштабная. Думаю, о ней мы уже говорим, наверное, годами с момента, как Украина стала независимой, как нам прорваться в глобальное пространство. У нас есть достаточно большое количество вопросов, поэтому мы сразу переходим к ним, чтобы как можно больше дать возможности нашим спикером сказать. Да, я как представитель креативной индустрии, конечно, всегда нацелена была на маркетинг с точки зрения интересности представления продукта. Да, мне очень будет интересно услышать, как наши реалии и планы меняются в процессе. Первый вопрос. Сегодня ваши компании работают далеко за пределами Украины. Была ли поставлена такая цель еще на этапе зарождения бизнеса? То есть, с чего все начиналось? Именно мы имеем в виду начало экспансии. Стояла ли такая цель с самого начала или в какой-то момент стало понятно, что нужно идти дальше? Юрий, расскажите, пожалуйста. Добрый день еще раз. Ответ мой достаточно легкий и короткий. Мау, собственно говоря, создавалась с целью выхода на международные рынки, что отражено в ее полном названии «Международное веление Украины» и в учредительных документах, в уставе, во всех-всех решениях. Поэтому наша задача с первых дней, с ноября 1992 года, было интегрировать украинскую авиатранспортную систему в, в первую очередь, европейскую и дальше в мировые транспортные коридоры, интеграция, сотрудничество, кооперации и так далее, и так далее. То есть к нам, наоборот, внутренний украинский рынок пришел гораздо позже, лет через 10-12 после того, как компания была создана. Спрашивай. Очень бы хотелось на самом деле узнать, что стоит за появлением каждого нового направления, за появлением каждого нового рейса. Потому что мы, конечно, как пассажиры, как туристы, все воспринимаем как данность. Чем больше, тем лучше. Никто из нас не задумывается о том, что стоит за этим, какая подготовительная работа, насколько сложно это или просто. Расскажите, пожалуйста, поделитесь, как это вообще все происходит. Ну, нормальный, спокойный цикл подготовки рейса, подготовки маршрута – это где-то порядка года. Можно, конечно, сделать все в турборежиме, и тогда это можно сделать за 2-3 месяца, но результат турбо вряд ли получится, будет скорее наоборот. Поэтому около года уходит на анализ рынка, на анализ экономики, на анализ культурных, экономических, политических связей Украины с соответствующей страной, конкурентной среды, потому что авиация – невероятно конкурентный бизнес. Экономические расчеты, планирование самолета, и где-то обычно месяца за 2-3 до, собственно, первого рейса по-хорошему уже начинаются процессы продажи, а, соответственно, процессы рекламы, информирования и тому подобного, чтобы первые рейсы, когда они полетят, уже на борту внесли, везли определенное количество пассажиров. То есть процесс достаточно инертный, та подводная часть айсберга, которая стоит за открытием рейса. Спасибо большое. Еще такой достаточно важный вопрос, потому что авиация, в общем, сложная категория, и как бы очень важная часть ее – это, безусловно, безопасность, наверное, самое главное. Вопрос у меня такой, есть ли какие-то, ну, насколько я знаю, естественно, авиакомпания МАУ является членом ИАТА, и вот здесь вопрос, насколько высоки стандарты, насколько каждый, да, там, условно, из наших рынков может стать, выйти на этот уровень, да, какие есть требования, и все ли требования выполняет авиакомпания МАУ? Уверена, что все, но расскажите, какие есть. Ну, это будет скучный рассказ и длинный, мы не впишемся в регламент, поэтому требования, безусловно, есть. Я могу просто назвать, что с точки зрения Международной ассоциации авиаперевозчиков, членом ИАТА, членом которой является МАУ, они сформулированы в огромном количестве документов и сведены в результате в пакет, который называется ИОСА, ИАТА Operational Safety Audit. Вот, это двухгодичные проверки, которые проходят перевозчики с двухгодичным циклом, и в случае прохождения они, как бы, получают такой силовый прувал, благословение от ИАТА, и доверяя ИАТА, уже потом друг друга не проверяют и понимают, что если у этого перевозчика, если он внесен в реестр ИОСА, значит, ему можно доверять. Ну, кроме того, есть огромная нормативная база ИКАО, которая также регламентирует действия авиакомпаний и аэропортов, и наземной инфраструктуры. Если говорить о рынках, то у них скорее могут быть такие характеристики, как риски, причем риски присутствуют всегда, просто риск может быть приемлемым, а может стать неприемлемым. Я не хочу углубляться в политику и примеры, которые мы видим буквально в эти дни реакции мирового, в том числе авиационного, но больше политического сообщества на определенные события, которые произошли неподалеку от нас, но это было всегда, и в том числе оценка рисков, это тоже непременный атрибут той подготовительной работы, потому что, ну, к примеру, МАО всегда очень хотелось летать в Ирак, но мы туда ни разу не полетели. Страна не проходила анализ рисков, они не выглядели приемлемыми для нас. Другие авиакомпании летают, они что-то делают, они тратят средства на митигацию этих рисков, они понижают для себя планку приемлемости, или наоборот, в данном случае, надо сказать, повышают, да, то есть более высокие риски делают приемлемыми, но мы так и не полетели. Нашу оценку рисков Ирак не прошел, к примеру, как пример. Ну, как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Последний небольшой вопрос в рамках нашего основного вопроса. Подскажите, пожалуйста, в до ковидные времена в какое количество стран летало МАУ, и в каком количестве стран были представительства? Летали мы в 40 стран, с небольшим представительства были отнюдь не во всех этих 40 странах, вернее, я должен тут уточнить, такие классические представительства, которые мы иногда видим в старых фильмах, когда герой идет по городу, и там офис авиакомпании, огромное название, модель самолета в витрине, и так далее, и так далее. Да, красивые девушки обязательно, либо манекен, красивые девушки, либо плакаты. Вот такого рода представительств уже нет лет 15-20, просто они ушли вместе с эпохой дорогих билетов и классических перевозчиков. А представительства либо в виде собственного персонала, либо в виде договорной структуры, так называемых генеральных детств, они, конечно же, были во всех странах, и это тоже один из элементов, вы меня прям вытягиваете так по одному, по одному, да? Создание представительства, выбор партнера, заключение с ним договоренности, определение условий сотрудничества, потому что без представительства как такового до недавних пор летать было трудно. Хотя, должен сказать, что сейчас все больше и больше вопросов решается в режиме онлайн, и все больше и больше всего уходит в интернет, в e-commerce, и поэтому, возможно, и эта часть работы авиакомпании может стать больше виртуальной, чем реальной. Поживем, увидим, как говорится, каким будет постковидный авиационный мир. Это правда, это еще нам, я думаю, какое-то время придется подождать. Да, надо потерпеть, куда идет этот транспорт. К сожалению, пока что надо набраться терпения. Это правда. Спасибо большое. Передаем слово Валентину. Валик, повторить ли вопрос? Прости, буду называть тебя Валик. Мы знакомы очень много лет. Да, без проблем. Да, повтори, будь ласка. Сегодня ваши компании работают далеко за пределами Украины. Была ли поставлена такая цель в самом начале, или в какой-то момент стало понятно, что… Да, мы такие внушительные цифры еще услышали. Более миллиона пользователей вашей системы безопасности. Да, значит, такой целью от момента створения компании, ее не существовало на тот момент. Просто было там бачение, что подобного продукта не вистачает на локальном рынке. И было створено там первое поколение продукта, который стал довольно успешным в Украине. Но это было там, если можно так сказать, просто звичайное импортозамещение каких-то европейских серединочковых брендов на что-то локальное. И просто там была еще такая конъюнктура, что экономическая ситуация в Украине была не очень стабильная и даже стагнувала. И, соответственно, там перевага выдавалась каким-то дешевшим аналогом в порівнянні з европейским продуктом. Но в тот момент, когда мы как раз и вычули эту ситуацию обмеженности локального рынка, тогда и появилась идея, что нужно двигаться кудись дальше. Но так же мы понимали, что и существующий на тот момент продукт, он был не готовый. И поэтому довелося делать домашнюю работу, делать с нуля продукт, який был бы конкурентным на глобальном рынке. И, соответственно, на глобальные рынки мы пошли уже в 2016 году. Вот здесь такое, собственно говоря, в представлении, да, в описании тебя очень интересное слово, что ты первый не технический специалист, да, я как бы специалист в маркетинге. Маркетинга. Конечно, мы все понимаем, что очень важен продукт, да, очень важно его качество. Но, безусловно, как мы знаем, без маркетинга нету двигателя прогресса. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно тебе было, возможно, если ты присоединился уже в проект, в момент, когда существовал продукт, существовала определенная уже схема и коммуникации продажи этого продукта, да, и когда вот возникла особенно цель, безусловно, выхода в какое-то международное пространство, конечно, без маркетинга тут уже сложно. Насколько сразу приняли тебя как не технического специалиста, насколько тебе приходилось, были ли у тебя сложности, скажем так, да, с техническими специалистами с точки зрения твоего видения, как должна строиться коммуникация, боролся ли ты за это, но увидим, что успешно. Расскажи, пожалуйста, как вот в этой ситуации было. Слушай, у меня никогда не было проблем в спілкувании с техническими специалистами. Я бы сказал, наверное, что я как-то краще находлю мову с ними, ніж с какими-то маркетологами с рынком. Ось. Відповедно, когда я пришел, да, продукт уже какой-то мере, там, первые версии, они существовали. Но на тот момент, там, передняя версия продукта, да, вона продавалась в формате commodity-продукт. Ну, умовно говоря, есть дистрибьютор, ему звонит инсталлятор, каже, мне нужно 20 датчиков, отцепь мне, будь ласка, новую пошту отправили. И на этом, ну, и нема никакой продуктовой коммуникации, ничего такого. Ось. И, соответственно, по факту, работа полностью с нуля, с точки зрения упаковки уже того продукта, который есть на сегодня. И там, делалось это, и там, здебольшое, как раз и внутренним ресурсом, да. Это, снова же таки, одна из особенностей Аякса, что мы там, наверное, не споевпрацуем с третьими сторонами, а намагаемося там полностью экспертизу отримать в середине. Ось. Нагадай, еще просто таки долгое вопрос. Я предполагаю, что раз из маркетинга, то, наверное, экспансию мировую Валентин задал как цель, верно? Слушай, спочатку задача была, вот умовно у нас был такой бета-тест, да. Вот мы розуміємо, что, если ты хочешь быть на глобальном рынке, есть там три глобальные выставки профессионного обладания с безопасностью. И, соответственно, мы там задалися целью побывать на этих выставках. Одна была в США, две в Европе. Весь світ поделений в нашей нише на два святи, европейские частоты и американские частоты. Мы поехали в США на выставку, потом в Лондон. Зрозуміло, что Европа ближе, ну, краще сприймає продукт, он больше зрели для европейского рынка. Окей, почали там далеко заглиблюватися. Відповідно, какие там перші вже пішли в нас ринки, показывали какую-то готовность працювати с продуктом. Ті ринки и ставали там фокусными, по мере того, как они додавалися просто в портфолио. И першим таким рынком стала для нас Италія. А Италія, вона в Европе вважається найстарішим рынком системы безопасности. А не хищность? Багато є, что захищати. Конечно. Плюс, да, еще такая проблематика. Епоха возрождения. Еще есть такая проблематика, которая стимулюет этот процесс. И плюс у них просто, они тяжи до таких невеликих семейных компаний. Відповідно, дуже розпорошений ринок, с точки зрения каких-то маленьких локальных виробников, які там мають дуже якусь мікроекспертизу в чомусь, ну, дуже якісь вузькі ниши, але вони там успішні на італійському ринку. Відповідно, там, ми зайшли з продуктом. Треба еще разуміти, що ми попали в дуже правильный час з точки зору зміни поколений на ринках. Тому що там ті компанії, які до цього вважалися топовыми на ринку, там, ізраїльські компанії, канадські, чешські, у них їхний весь топ-менеджмент став вже таким трохи... Олдскульним. Олдскульним в плані... Консервативним. Консервативним. Античним. Так, але не лише там в плані комунікації, але і в плані встигання за розвитком технологій, інтернету речей, там, клауд-рішень і так далі. Тому тут був дуже вдалий час якраз зайти на ринок з продуктом, який вже відповідав своєї епосі. Круто. Вот ти упомянула выход на итальянський ринок, і буквально какое-то время назад, мені кажется, в цьому году це случилось. Це вже манула року, але ти про Андрея Шевченко. Да, як то гадалася. Ну, конечно, мені, як голові спонсорства, дуже інтересно, тому що для категории дуже нестандартний ход. Інтересно, почему ви його вибрали. Ну, почему Андрея, понятно, а вот почему, как, насколько успешно, как выбирали, как оценивали, как прогнозировали ROI от этого спонсорства? Ну, для нас будь-яке спонсорство, я би сказав, що це такий ще і елемент якогось там персонального пешена у виборі зірки. Відповідно, кому ти симпатизуєш, з тим ти і хочеш працювати. Ми так амбасадоров вибираємо. Для українців, то Андрій Шевченко є легендарною особистістю. І в той же час в Італії, коли ми туди приїжджали, то як тільки говориш про те, що компанія з України і так далі, то всі згадували Андрія Шевченка. І що важливо, Італія, вона ж сильно розпорошена на такі провінції, регіони, і кожен з них топить за свій регіон, і в них там постійно якісь конфлікти і так далі. Але Андрія Шевченка визнавали всюди. І навіть болівальники того самого Інтера чи Роми, вони казали, що це легендарна особистість, йому респект і так далі. І тому, чесно кажучи, якісь там наші партнери, інсталятори, казали про те, що от вам, якщо когось підписувати для Італії, то це має бути Андрій Шевченка. І так з'явилася ця ідея, потім ми почали це обговорювати. У нас це якраз ще співпало з тим, що ми змінили модель дистрибюції в ринку, там трохи змінили ще і цінову нашу політику, відповідно з'явився там певний запас для того, щоб агресивніше почати нарощувати свою присутність на ринку. Відповідно, були створені вже і там рекламні креативи з Андрієм Шевченком, лише під італійський ринок, для його завоювання. І вже там пройшов майже рік, і в принципі ми показуємо там гарні результати, як і по зростанню продажів, так і по бренду вернесу. І, що важливо, ми себе міряємо завжди не по відношенню до наших прямих конкурентів, там якихось виробників, вони не комунікують взагалі напряму на кінцевого споживача. Ми себе міряємо по сервіс-провайдерам, які безпосередньо вже надають послугу безпеки. І, відповідно, ми себе тоді в Італі, ми міряємо там по великим грандам, таким як Верішур, наприклад, це найбільший європейський гравець в наданні послуг безпеки. І за той короткий проміжок за рік отримати результат, що ми там вже в Італі на третьому місці, то це круто. Дуже круто звучить. Спасибо большое. У нас Юрий скучає. Давай-ка ми спросимо Юрия, наконец. Повторить вопрос? Я помню, знаєте, я эту исторю я помню очень хорошо, она связана і з моєю, собственно говоря, роботою. Я почав работать в Немірові в 97-м году, і, ну, я думаю, 20 лишним лет назад... 23, 23 ми подсчитали. Те, хто чуть-чуть постарше, вони помнят наш слоган «За Немірова во всім міре». Да, вот с 97-го года эта концепция начала работать і продолжає своє движення по міру, поэтому, собственно говоря, с самого начала, наверное, заложив себе вот этот вот вектор во всім міре, ми так і двигаємся. Ну, дерзко, дерзко. Прямо скачки такие, да? Правильний запрос во Вселенню був сразу, с першого дня. Да. Дерзкая експансія. Абсолютно верно, да. То есть мы не останавливались на достигнутом там в первые года. Естественно, сразу решили замахнуться на самое большое, на самый большой рынок американский. Встретили. В 98-м году к нам приехали два техасских рейнджера, которые решили тут же купить украинскую водку. Но они ничего не понимали в алкоголе. Абсолютно просто у них были деньги. Мы ничего на тот момент не понимали об американском рынке. Ну и, естественно, в таких условиях мы ни о чем не договорились. Но дальше пошло намного интереснее и веселее. И, наверное, с 99-го года, когда мы смогли насытить первые потребности украинского рынка и создать достаточную производственную базу для того, чтобы можно было удовлетворять в том числе запросы с внешних рынков, начали делать первые выходы на соседние территории. Ближлежащие территории. Да, поскольку, первое, Советский Союз развалился ровно там 8 лет до этого. Ментально все еще жили в Советском Союзе, часть целевой аудитории, пьющей алкоголь. Языковых барьеров не было. Да, поэтому, естественно, Армения, Грузия, Азербайджан, Россия, Белоруссия, Молдова это те первые страны, которые у нас были в радаре. И, на самом деле, если вспоминать тот период, то, наверное, повезло. То есть отсутствие опыта выхода на крупные рынки. Интуитивно действовало? Да, да. То есть это была чистая интуиция. И вот сработало, с двух сторон сработало. Потому что уже если смотреть историю дальше, например, с 2014 года, то это уже был совершенно другой качественно другой уровень, с качественно другими подходами. Потому что уже основные близлежащие рынки были закрыты. А вот закрыты в смысле мы уже там присутствовали. Занимали либо первую, либо вторую позицию в импортном алкоголе. Поэтому дальше двигались дальше. И на сегодня стабильно 60 плюс 20 рынков, которые идут так фрагментарно. То есть это, условно говоря, заказы один раз в год или раз в полгода по этим 20 рынкам. А 60 рынков это, наверное, либо ежемесячные, либо ежеквартальные заказы. И при том, ну, есть очень интересные и экзотические рынки, куда мы поставляем свою продукцию, в которую, казалось бы, вообще нельзя поставлять по определению. Ну, потому что там не позволяет закон употреблять алкоголь. Но, тем не менее, когда солнце зашло, можно. Да. Все хотят веселиться. Да. Все хотят получать хорошее настроение. Спросим про выход за территорию страны, Украины. Зададим такой вопрос. Какие трансформации произошли с продуктом, с услугами? Мы обязательно, конечно. Предлагаю даже, может быть, перейти уже ко второму блоку, потому что, в принципе, они все между собой взаимосвязаны. И хочется рассказать. Прям, Юрий, не забираем у вас микрофон. Да. И, безусловно, очень важные вопросы. Первое. Это каких трансформаций коснулся продукт в тот момент, когда вы начали выходить? Давайте, может быть, уже не смотреть на наше русскоязычное пространство. Когда мы выходим совсем… Ну, этикетка – это точно. Упаковка, этикетка. Я вам скажу, это, наверное, очень важная часть. Но вот трансформация сначала происходила в голове. В 2014 году, после всех наших политических турбулентностей, нам казалось, на самом деле, что об Украине говорит весь мир. И вот на фоне, когда большой рынок соседний, российский, был закрыт законодательно, собрали в чемодан несколько бутылок водки и полетели в Америку. Мы прилетели в Америку в ожидании того, что вот мы сейчас тут про Украину чуть ли не везде, с каждого телевизора говорят, и мы точно сделаем совершенно другой прорыв и рывок. Ну, прилетели, и тут такой холодный душ. А зачем нам еще нужна одна водка? И когда мы показали свои предыдущие версии продукта, нам сказали, нет, это олдскульно, это неинтересно. И действительно, был челлендж для себя. Первое, ответить на вопрос, а зачем вам нужна еще одна водка. И вот Юрий рассказал, у них на разработку маршрута приблизительно уходит год. Я поймал себя на мысли, а у нас на разработку нового продукта тоже ушло приблизительно, уходит год, потому что проработка новых дизайнов, полностью новых, совершенно. Мы поменяли свою концепцию, с которой мы жили лет 15, то и 20, вертикальное нанесение логотипа. Мы теперь горизонтальные, потому что нам сказали, слушайте, это уже неинтересно. Мы поменяли совершенно бутылку, запустили премиальный продукт, другой, и пришли на американский рынок. Когда мы показали новый продукт через год, мы увидели совершенно другую реакцию. Действительно, это было что-то аутстендинг. И, собственно говоря, пилотный проект у нас, ну, мы вот так замахнулись, да, с продуктами, с ланчем нового продукта начался на американском рынке. Мы сначала запустили его на американском рынке, а потом принесли домой и в соседние страны, да. Следующим этапом, ну, уже вот это вот, когда тебя зацепило, да, и ты пошел. Понесло. То есть понесло мы в прошлом году, несмотря на ковид, ну, правда, планы были 19-го года, да, тоже год, мы поменяли полностью упаковку нашего флагманского продукта, мейнстрим-штоф, кардинально изменили, с октября прошлого года запустили этот продукт на рынке Украины и в соседних странах, и мы видим даже такой повышенный интерес. Чем это связано? Мы опять вернулись к молодой целевой аудитории, да, то есть тот продукт был олдскульным, папа-дедушка пил, а молодая целевая как бы там ни была. Это здорово, что у вас удалось переключить аудиторию, это очень круто. Потому что совершенно другая, да, концепция. Да, 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 и агентство одно из лучших в мире агентств, которые нам помогают в этом процессе, вот, ну, как раз их экспертиза прибыла. Мы хотим спросить, какое агентство? Нет, не хочу рассказать, какое агентство. Конечно. Зачем рассказывать, да? Ну, оно не здесь, оно не здесь, да. Да, поэтому вот это та трансформация следующая, которая прошла, а дальше, ну, наверное, наше присутствие в разных странах мира и понимание, что мы должны коммуницировать с конечным потребителем в этой стране, вывело нас на следующий уровень маркетинговой поддержки бренда. И с 2018 года мы являемся эксклюзивным водочным партнером UFC. Да, это был мой следующий вопрос. Это был следующий этап в этой работе, да, и как результат такого движения вперед, в конце 2019 года мы фактически закончили переговоры и начали подписывать контракты с рынка на рынок, с Coca-Cola Helene Company, Bottling Company, на дистрибуцию нашего продукта, то есть Coca-Cola дистрибутирует наш продукт в Европе, Польша, Австрия, Италия. У них очень сильная дистрибуция, да. Прибалтика, Молдова, то есть вот это тоже такой был следующий этап признания и наших достижений, и того поднятия уровня бренда, что сделали вот с кризисных периодов 2014 года, да, вот где-то так. Еще такой вопрос. Вот вы сказали, что в принципе первый такой большой международный рынок, на который сразу, так сказать, поставили свой вектор, это была Америка. Я не очень знаю, насколько применяется эта алкогольная индустрия, но насколько знаю, есть там такая злая организация, которая называется FDA, и которая подтверждает все, что американский гражданин употребляет в себя внутрь. Насколько я понимаю, очень сложно этот approval получить, да, это как бы один из вопросов на тему того, с какими барьерами вы столкнулись, кроме, да, там необходимости адаптировать продукт, да, там как-то визуализировать его по-другому, да, там получить новую аудиторию, с чем еще сталкивались? Вот интересно, потому что каждый… Наверное, FDA это самый простой кейс выхода на американский рынок, да, потому что мы для себя представляем, ну, вот большой американский рынок, да, а на самом деле это не один, а 50 раз. Второй момент. В Америке существует после сухого закона, существует специфическая система продвижения и продажи алкоголя. Обязательное присутствие дистрибьютора, то есть так называемый three-tier system, да, когда три уровня, производитель не может напрямую поставить продукт ни в одну торговую точку. При этом в Америке есть, если я не ошибаюсь, 17 штатов, те, которые называются control states, где алкоголь продает федеральное правительство штата. Поэтому вот это 50 разных рынков. Есть рынки, есть штаты, в которых алкогольные магазины находятся на расстоянии там 30-50 миль от города. И поэтому это фактически плюс 50 рынков. Мы еще все 50 не освоили, да, мы двигаемся из штата в штат, постепенно нарабатывая знания бренда и объемы продаж. Поэтому и в каждом штате, собственно говоря, сталкиваешься с теми же барьерами, связанными в первую очередь с ответом на вопрос, ну, у нас и так там 200-300 водочных брендов. Зачем нам еще нужен один бренд, да? А Украина, о, класс, а это где? Все еще так происходит? Абсолютно. Вы знаете, но самое интересное, вот это кейс, который у меня произошел, когда мы встречались в 2015 году с достаточно богатыми людьми, людьми, у которых есть большой бизнес, да, и от них звучали такие вопросы. Но когда ты приходил в ресторан, обедал, ужинал, и официанты, бармены, Украина, о, а у вас там война, а вот как вы там? Все, то есть люди, условно говоря, простые люди знали нам, наверное, намного больше, чем люди из бизнеса о том, что где Украина и что у нас происходило. Я, кстати, чаще всего сталкивалась с тем, что когда последние несколько лет, да, если раньше говорил Украина, разные вызывали ассоциации, очень часто слышу Немиров, честное слово. Ну, в принципе, можно сказать, что бренд в какой-то степени визитная карточка. Да, ну, мы понимаем, очень много людей, которые прилетают в Украину и улетают с Украины, один из сувениров, который они везут, они везут нашу медовую с перцем. Медовую с перцем. Да, потому что для них, и, собственно говоря, это один из продуктов, с которым мы заходим на американский рынок, это наша новая медовая с перцем, премиальная, там обновленная рецептура. И вот у ребят в Америке такое восприятие, она же коричневого цвета, как виски, коньяки, да, то есть это там браун-водка, да, то есть есть браун-спирицы, это браун-водка, но когда начинают пробовать, там уже эмоции просто зашкаливают, потому что до этапа попробовать, ну, как-то такие страхи, ну, вот триал и дальше все это. Наверное, после боя UFC хорошо заходило, да? И после боя UFC тоже, да. И Дана Лайт пробовал, президент UFC пробовал. Конечно, конечно. Прекрасно. Спасибо большое. Валик, переходим к тебе. Знаю, что ты очень хотел поговорить на тему того, насколько культурные, ментальные различия, да, там языковые барьеры, и все, что касается человеческого восприятия, повлияли, собственно говоря, на ваш выход, какие были барьеры, с чем сталкивались, какие-то, может быть, даже смешные, интересные, казусные истории происходили. Расскажи, пожалуйста, как для аудитории адаптировались, как с ней коммуницировали и что в процессе выясняли? Да, дивися, в первую очередь нужно было сделать свою домашнюю работу и адаптировать продукт. У нас так же есть органы, которые регулируют наш сегмент. Відповідно, там нужно было сделать профессиональную сертификацию. Что интересно для Британии, это страна, где на каждый стандарт есть еще додатковый стандарт. Відповідно, там все заняло еще несколько лет, чтобы просто понять, что им нужно. Но, как только ты уже делаешь все по их стандарту, ну вот реально полностью ринок... Сдается. Да, сдается и тогда уже становится очень интереснее. А так они реально тримаются до остатня, хотя тем, что они просят, могут пользоваться только 20% потенциально твоих B2B-партнеров. И, соответственно, после того, как сделана уже эта работа, тогда там димемся уже далеко по тому, насправді, насколько наша категорія розвинена на том или ином рынке. Исторично склалося, что там Италия, Испания, Франция, это, например, рынки, где системы безопасности в створение цего рынка инвестировалось уже там много, там, мабуть, уже сотни миллионов евро протягом десятков роков. И, соответственно, мы туда и заходим, да, и по факту мы забираем, спершу забираем просто так истинующий попит от каких-то там старых динозавров. Далее наша там фаза номер один. Фаза номер два, когда мы понимаем, что мы там уже начинаем впираться в объеме проникновения рынка, то, соответственно, надо там далеко разом с другими компаниями, которые безусловно уже надают послуги, уже инвестировать в створение попиту. Так, и, например, там есть Немеччина, здавалось бы, ну, много денег, много людей живут, но они вообще не используются. У них проникновение меньше, чем в Украине. В тот же время в Британии, например, в Манчест... Это очень правильно просто, поэтому... Ну, они, да, доверия высокая там и так далее. Да, да, да. Хотя в той же Швейцарии все-таки там справы на нашему рынку покраще, чем в Немеччине, да. Но, например, там в Манчестере, в Украине, то там 50% проникнение в квартирах охранных систем. Это в Европе, мабуть, не... Там болельщики серьезные. Найбільший показник. Еще есть просто такой нюанс. Например, развиток рынка в нашем случае сильно зависит от того, насколько сильные страховые компании на этом рынке. Потому что они могут диктовать условия. Вот, что тебе треба охранная система. Відповедно, люди там, скорее всего, купуют житло в ипотеку. Если ты берешь ипотеку, ты маешься застраховывать. Если у тебя есть охранная система, ты платишь меньшие платежи. Відповедно, ты за несколько лет соби спокойно отбиваешь вартість всего обладнания. И поэтому там стимулируется цим. В Украине же, например, это умова, когда там, ну, кто страхует свое житло, майже никто. После кризиса с кредитами, то, соответственно, тут просто вси працюють на истории, что высококерминогенная ситуация, это, соответственно, тебе треба ставить, больше как залякнуть. В Европе реклама охранных послуг, вона больше схожа на рекламу, не знаю, мабуть, там, страхового життя. И, соответственно, наша аудитория, например, если мы сравниваем европейскую аудиторию нашу и там украинскую аудиторию, там люди, наши крестовщики, они набагато старейшие. То есть там у нас, там основная масса, это за 45 лет. И их не пугает то, что продукт, по сути, тег, это IT. Нет, ну, они же так купуют, наша же модель 2B2B2C, соответственно, они идут до инсталлятора, инсталлятор им каже, ось на тебе классную систему, там с телефона будешь всем керувати. И они всем happy. Но просто, что у нас люди в 30 лет, у них уже, например, семьи, там уже какую-то нерухомость купуют и так далее. В Италии, они еще с батьками живут. Это правда. Это правда. Античность. С какой, вот с твоей точки зрения, был самый такой дружественный рынок, который прям вот принял вас сразу? В котором практически не было никаких барьеров? Знаешь, оно сильно залежит, еще от дистрибьютора, через которого мы перший крок робим. Відповідно, я бы сказал, что ті рынки, на которых дистрибьюторы схожи за характером нашей компании, что они там, они самі хочут кратно расти. Они самі какими-то там андердогами на рынке, когда все основные продукты уже распределены между старыми старыми компаниями семейной какого-то типа, а ось мы таки молодые, энергийные, и мы хочем изменить цей статус-кво, ті рынки найкраще выстреливали. Когда мы просто им давали классный продукт, и они уже могли идти и в каналі переконати первый этап в каналі переконати бизнес-партнери в B2B. То есть все-таки продукт важнее маркетинга или маркетинг? Слушай, ну продукт – это частина маркетинга для меня. Это правда. Вопрос снимать. У меня есть вопрос. А был ли такой барьер, что неправильно произносили бренд? И очень тяжело заходило. А в нас он взагалом вимовляется на разных рынках признанных. А, вот как. То есть адаптация и нейберга. Да, да. Там испанську инзалю буде ах, якся. Спасибо большое. Хочу перейти к очень интересному, важному вопросу и к Юрию Владимировичу обратиться, потому что именно в авиации это такой очень многовекторный, сложный сегмент. Расскажите, пожалуйста, про то, как вы боролись с конкурентами, выходя на различные рынки, да, знаю, знаю, но, тем не менее, и знаю, что очень сложная как бы конкурентная модель у авиации, потому что на каждом рынке есть своя флагманская авиалиния и так далее. Расскажите, как получали там клиентов, как боролись с конкурентами, как боролись за место под солнцем. Ну, авиация действительно невероятно конкурент, напряженный вид бизнеса, вид транспорта, конкуренция в пределах одной страны со своими коллегами по флагу, назовем это так, то есть в нашем случае с украинскими авиакомпаниями. Сейчас этот фактор, кстати, очень сильно нарастает. Конкуренция двусторонняя с твоим визави на маршруте, то есть там с флагманской, французской во Франции, немецкой в Германии и так далее авиакомпаниями и конкуренция транзитных перевозчиков, когда практически между двумя любыми точками, на самом деле, кроме прямого перелета с компанией 1 и с компанией 2, существует еще десяток вариантов непрямых перелетов, не говоря уже потом о моноземном транспорте и так далее, но методы борьбы довольно специфичны. Один из самых главных методов борьбы это кооперация, то есть в авиакомпаниях, в авиалиниях есть такой вид сотрудничества, совершенно верно, как кодшеринг, когда конкуренты, не нарушая антимонопольных законодательств, тем не менее договариваются о том, что не дают доступ к своим рейсам коллеги-конкуренту, становясь в какой-то степени партнерами. Это помогает, это создает там какие-то инструменты и мотивацию для дополнительной взаимовыручки, взаимозависимости и так далее, и так далее. Конкуренция продуктам, уровнем сервиса, это не всегда оно получается. В прошлом у МАУ это неплохо получалось, но сегодня, к сожалению, в большей степени у всех авиакомпаний все перешло чисто в ценовую конкуренцию и, наверное, хватит пальцев на одной руке назвать в нашем регионе авиакомпании, которые продолжают конкурировать именно продуктам. И за этим стоят очень глубокие карманы, очень мощная финансовая поддержка, как можно оставаться конкурентоспособным по цене в нашем мире и при этом предлагать высококачественные сервисы обслуживания. Поэтому на сегодняшний момент это конкуренция в цене. Что такое конкуренция в цене? Это умение уменьшить свои расходы и в первую очередь мы говорим о том, что в результате на кону стоят удельные расходы с тем, чтобы у тебя была достаточная гибкость предлагать все более и более дешевые тарифы там, где это необходимо. С другой стороны, иногда нас не понимают, обидеть художника может каждый и люди, которые покупают дорогие билеты, обычно это в последний момент бывает, они возмущаются, говорят, где же, где же эти хваленые дешевые билеты на МАУ? Ах, ах, посмотрите, какой дорогой билет я сегодня вечером купил на завтрашний утренний рейс. Вот хочу сказать, что да, это один из инструментов. Дешевые билеты они были полгода тому назад, три месяца тому назад, сейчас все ускоряется месяц тому назад, но точно не сегодня вечером, на завтра, на утро. Ну вот таким каким-то образом боремся. Такой небольшой вопрос, очень интересный, потому что культура, путешествий очень разная в нашей стране, если мы говорим, например, даже о европейских странах, которые гораздо чаще в свое время, в духоведные времена летали, для них, в принципе, авиабизнес и авиауслуга это достаточно часто используемая вещь, поэтому они хорошо знают, что такое там early birds, ранние пташки, которые покупают заранее, как меняются тарифы, о том, что цена растет, то есть это знание есть. У нас, ну есть у меня такое ощущение, что люди просто еще вот не совсем, наверное, до конца образованы, да, вот конкретно в том, как правильно, хотя уже очень много блогеров об этом рассказывают, да, там как правильно дешево куда-то попасть, летать, отдохнуть и так далее. Лайфхак называется? Лайфхак. Лайфхак, да. Ну, используются все методы, и это правда, скажем так, наша публика, путешествующая, она только проходит период адаптации, познания того, как именно и что нужно делать, и, наверное, рекламным бигбордом ты это не решишь. Это правда. Поэтому блогеры, да, но и реклама тоже, да, и интервью, и статьи, да, ну и самое главное, все-таки, пожалуй, это в итоге все равно решает цена. Одно. То есть, ведь даже в последний момент у одной компании это будет стоить 100, у другой 120, а у третьей 90. И вот если ты окажешься в последний момент, при том, что месяц назад это было у всех по 5, да, и поэтому если ты окажешься той, у которой за 90, ну, ты можешь быть той, у которой за 100 или за 110, если у тебя повышенный сервис, если у тебя особо удобное расписание, тоже есть элементы. Почему МАО так интенсивно выходило там на 2 в некоторых маршрутах, 3, а то и 4 рейса в день? Почему в частности катшеринг помогает, когда ты летаешь один раз, твой партнер один раз, но вместе вы летаете два раза в день? Потому что когда у тебя вот такая вот там пенетрация рынка, вот такое насыщение твоим предложениям, твоим продуктам, то тебе, конечно же, легче поймать твои, твои ячейки, твоей сети, они гуще получаются, тебе легче поймать все вплоть до планктона, и, соответственно, ты даже можешь ставить какую-то премиальную цену за то, что с тобой можно улететь каждые 2 часа по тому или иному маршруту, а с кем-то можно улететь два раза в неделю, у него нет вариантов, кроме как падать в цене почти что до уровня городской канализации. Вы помните, мы очень много говорили о том, что при покупке авиабилетов, безусловно, в момент покупки человек пользуется абсолютно рациональными такими триггерами, да, а оценивает услугу, конечно, эмоционально. И вот в этом промежутке между тем, что я купил самое дешевое, но ожидаю самое дорогое, конечно, есть определенная... Амплитуда. Я в таких случаях всегда напоминаю цитату одного своего коллеги из отрасли, из Европы, который сказал, а мы не вставляем в себе стоимость и в тариф деньги за то, чтобы любить пассажира. Пассажир нам платит только за перевозку из пункта в пункт Б, он нам не платит за то, чтобы мы его любили. Да? Провокационный товарищ. Провокационный. Да, его имя многие знают. Они нам не платят за то, чтобы мы их любили. Да, в этом есть доля истины. У нас, как я и говорила, масштабнейшая тема, времени мало, осталось 10 минут. Очень хотелось бы от каждого из вас, конечно, рекомендации нашим молодым бизнесам, стартапам, детским, стартапам, да, всем, у кого есть мечта, цель выйти гораздо дальше пределов Украины, в том числе наши коллеги из рекламного бизнеса, безусловно, тоже одни из тех, кто очень хотел бы предоставлять свои услуги. Юрий, начнем с вас. Что можете посоветовать нашим украинским молодым бизнесам для выхода? Первое, наверное, не бояться. Это раз. А дальше необходимо очень глубоко и детально сделать домашнюю работу. Нужно знать рынок, куда вы собираетесь выйти. Нужно понимать конкурентов, нужно понимать value chain, нужно понимать путь на этот рынок, root to market, нужно понимать, как вы будете, почему потребитель будет покупать вашу услугу, почему он должен переключиться от традиционных своих домашних продуктов на чужой. Мы же должны понимать, что мы заходим на чужой рынок. Украина – это наш домашний рынок, все остальные рынки для нас чужие. Мы там будем завоевателями. Уже против хищника. Прийти иногда со своей ментальностью, со своими подходами, которые работали дома, там можно потерпеть полнейшее фиаско. Поэтому если завершить, то я бы добавил бы, что в маркетинге есть классический 4P. Без 4P просто никуда и нельзя выходить. Пока вы не собрали все пи в одном месте и понимаете, что, где, кому, как вы будете продавать, до тех пор не получится. Можно говорить о барьерах, можно говорить о конкурентах, но сначала надо сделать качественное домашнее задание. Спасибо большое. Валик. Да, я помню, все поддерживаю, Юрия. С того, что додать, однозначно быть голодным, потому, как мы постельно спелкуемся с Захидной Европой, с Близьким Сходом, все-таки люди в Украине, они таки более голодно агресивные на какие-то новые досягнения. Наверное, я смотрю по нашим европейским споробетникам, если мы глянемо, например, до темы подорожей, то как раз с точки зору ментальности, то европейцы свои отпускки плануют на реки вперед. Ты запитаешь у британского коллеги, он скажет, я там серпня 2022 года, я уже буду в Испании. В нашем випадке мы звикли жити в постельных перетурбациях, и это тоже впливает на ситуацию. Но это очень большой перевагой для развития бизнеса, что мы звали в ситуацию с ковидом, когда европейцы могло быть более в голове блокеров, так сказать. Для украинских компаний это было окей. Мы много пережили, переживем еще и это. И переживаем, и адаптивность это очень важно. Далее, английская мова. Без этого никуда. И очень удивительно слышать от украинских компаний, которые хотят выходить, но нет знания этого. И третье, я погодюсь о том, домашние работы, это умение задавать правильные вопросы правильным людям, потому что часто можно, например, делать ресерч, просто умовно, ты когда идешь и спілкуешься, слушаешь только такого дистрибьютора, он тебе в ухо задумает то, что ему вигодно. Но тебе надо пить и послушать еще, например, что мы говорим про алкогольный бизнес, то, мабуть, пить и послушать власника бара, магазина, кінцевого споживателя и так далее. Это больше часу займает и больше информации дает для того, чтобы зрозуметь загалом, где тут можно выронуть. Якось так, коротко. Супер, отлично, спасибо большое, Юрий Владимирович. Ну, в первую очередь, присоединяюсь ко всему сказанному выше, тоже, повторяться не будем, все это совершенно очень справедливые и корректные рекомендации, которые подтверждаю по своему опыту. Хотел бы добавить, может быть, два элемента. Первый это опора на местные ресурсы. У нас есть очень умные люди в стране, великолепные, но мы вряд ли можем найти человека, который знает американский рынок лучше американца, немецкий лучше немца и тому подобное, поэтому особенно в том, что касается продаж, маркетинга, продвижения, это должна быть опора на местных людей, партнерство с местными структурами, очень важные элементы и при всем при этом, вот крайние фразы, о которых сказал Валентин, это многообразие мнений, то есть будут люди, которые будут пытаться навешать лапшу на уши, говоря простым языком, поэтому нужно изучать разные мнения, альтернативные и выводы делать здесь, то есть опираться на ресурсы там, но выводы делать здесь и решения принимать здесь и всегда хорошо, мне кажется, когда вы анализируете, поскольку процесс длительный, процесс инертный и не факт, что он приведет вас в данной конкретной стране к успешному результату, поэтому всегда хорошо иметь один-два альтернативных варианта, которые прорабатывать одновременно и принять решение уже в конце, по какой из дорог пойдем, вот такой совет. Полетит. Да, полетим, поедем, будем продавать и так далее и тому подобное. Спасибо большое, мы в принципе предполагаем, что вложились в наше время даже чуть-чуть. Да, я бы хотела, наверное, подытожить, что круто называться международным брендом, правильно? Мировым брендом. Это совершенно другие реалии, другая оценка бренда, компании, услуг, предоставляемых товара, но это мировой уровень, это очень круто. Ну и кроме того, безусловно, вы все наши большая гордость и безусловно успехи украинских компаний в международном пространстве это плюс вообще имиджу всей страны. Поэтому однозначно спасибо вам большое, что вы есть, мы пользуемся всем абсолютно. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо.